И снова всем welcome! Это снова я, ДНЖП. Сегодня у нас речь пойдет про еду в Японии. Какая есть еда в Японии, что стоит попробовать. И вообще, какие кухни мира встречаются в Японии. Об этом всем подробно в этом видео. А теперь высаживайтесь поудобнее, наливайте чаек, и мы начинаем. Самое интересное, что в Японии не так много видов еды, как вы думаете. Хотя я думаю, что многие считают в Японии только сашими и суши. Есть вид в ресторанах, и больше тут не едят, кроме рыбы ничего не едят. Но на самом деле это не так. Сегодня я расскажу вам про то, какие есть виды блюд в Японии. Как они на вкус, и стоит ли их вообще пробовать или нет. Сегодня у нас хорошая погода. Вот можно поснимать немного на улице. Я нахожусь на станции Шиньеригалока. Тут очень много разных магазинчиков, кафешек. И заодно как раз покажу на примере их, что встречается. Покажу на примере их, что встречается вообще в Японии. Но начнем с того, какие есть виды блюд в Японии. Кто именно в них входит. Например, это всем известные суши. И к ним же я приравниваю, например, сашими. То есть, кто не знает, сашими это просто нарезанная рыба, сырая, без риса. На тарелке с дайконом она идет обычно. Подложка из дайкона, а сверху кусочки рыбы кладутся. А суши это уже с рисом. Когда кусочек риса идет, а сверху его рыба кладется. Суши я рекомендую попробовать. Это одно из моих любимых блюд в Японии. Магура или самон. Или там, к примеру, есть с мясом. Есть также суши. Свежее мясо. Очень рекомендую попробовать. Это одно из немногих блюд, которые можно есть сырым в Японии. При этом не бояться, что у вас будут какие-то проблемы с пищеварением. Но при этом я рекомендовал бы все-таки есть васаби. Потому что, мало ли что, васаби все-таки хоть как-то нейтрализует данные бактерии от рыбы. И вы можете спокойно не бояться за свою пищеварительную систему. Но если вы вообще опасаетесь, то можно выпить грамм 20-30 водочки. И тогда будет точно все окей. Но первое время я примерно так и делал. После того, когда я поел сырое, я вбивал немного, там, грамм 20 водочки. И отлично все было, без проблем. Вот здесь находится Ито-Йокадо. Там находится Опо. Это два крупных мола. Вообще в Японии очень часто встречаются. И в них есть куча ресторанов. На примере них я, кстати, зайду внутрь, посмотрим, что там есть. И какие кухни там присутствуют. Следующий на очереди, это в Японии вид блюда. Называется донбури. Это любое блюдо с рисом. Имеется в виду, как оно выглядит. Что значит донбури? Это глубокая миска. Обычно внутри, в самый низ кладется рис. Ну, уже там приличное количество риса. И сверху идет либо мясо, либо рыба. Если это идет просто мясо отварное, то это называется там либо гюдон, либо бутадон. Если же сверху кладется котлета, то это уже называется кацудон. Если сверху кладется сырая рыба, это называется кайсендон. Ну, то есть это разновидности донбури. Данное блюдо тоже очень вкусное. Если вы, например, студенты только приехали в Японию и не знаете, где бы дешевле покушать. И что лучше покушать вот для вас, чтобы такое, ну, не острое или там не слишком сырое было. То я бы рекомендовал вот типа гюдона попробовать. В любой кафешке есть, например, мацуя, ския или ешиноя. В любую заходите. Это стоит очень дешево. Там порядка 280 йен. Нужно даже дешевле найти. И за 300 йен есть побольше порции. В общем, хорошее блюдо. Я бы рекомендовал вам попробовать. Но кайсендон тоже вкусная штука. Это когда кусочки свежей рыбы кладутся сверху. Но там надо знать, как это правильно есть. Потому что там вам дают отдельно васаби, отдельно соевый соус. Это все мешается в миске маленькой. Выливается сверху. Опять же, не все. Там надо знать пропорции, чтобы потом не переборщить с васаби и не выкинуть это все. Потому что, ну, есть это будет невозможно, если будет там одно васаби сверху. Поэтому будьте осторожнее. Лучше проконсультируйтесь с официантом. Спросите, как это лучше сделать, чтобы вам помогли. Следующий тип блюд в Японии это рамен. Либо тан-тан-мен. Либо, ну, разные виды. Мен это переводится как лапша в Японии. Рамен это такой бульон наваристый. Здесь на свинине обычно наваривается примерно 3 часа. И туда, в этот бульон добавляют потом лапшу. Потом могут добавить грибы. Нори туда добавляется. Яйцо. И в зависимости от того, в какой провинции вы этот рамен заказываете, вкус будет отличаться. Вот мне, например, нравится хаката рамен. Это рамен, который делают на юге Японии, в Кьюши, в Фукуоке. Там очень популярен данный рамен. Либо курабута рамен. Это из мяса черной свиньи. Очень вкусный тоже рамен. Потому что мясо черной свиньи, оно такое, ну, как сказать, сочное. Его обжаривают. И бульон получается очень наваристый. Рекомендую попробовать. Мясо черной свиньи, оно есть тоже на юге Японии, в Кагашиме. Это очень популярный рамен там. Рекомендую попробовать. Все остальные рамены, типа как обычные на соевом бульоне. Ну, такие простенькие рамены. Мне не очень нравится. В Японии, вообще в Токио, много разных заведений раменных. Вам нужно просто будет заехать в любой из них. Попробовать. Там самый простой берете, самый популярный. И если он вам подойдет по вкусу, понравится, то, ну, вы будете примерно знать. Ну, рекомендую начать с мисо рамена. По крайней мере, оно не так... Не такой постный вкус, как в обычном соленом рамене. Это шио рамен. Что касается других видов блюд, разновидностей, я бы рекомендовал попробовать еще соба или удон. Это четвертый вид. Соба или удон это та же самая лапша. Соба это гречневая лапша, тонкая удон это пшеничная лапша, толстая. Данные виды блюд тоже очень популярны в Японии. Соба или удон это вкусное блюдо. Есть разные виды. Есть холодное, например, соба или холодный удон. И есть горячий. Если вы только вот приехали и не знаете, что попробовать, я бы рекомендовал начать с горячего. Соба, например, никунанбанс, соба. Очень вкусная штука. Это соба с мясом. Обычно там говядина, либо свинина. Либо попробовать из утки или из гуся собу. Тоже очень вкусный там наваристый бульон. Бульон получается. Есть еще холодная соба. Обычно это заказывают летом, когда жарко. То есть сама лапша холодная идет и дают к ней соевый соус, например. Либо это могут дать понзу. Это, ну, как уксус с небольшим добавлением цитруса. Если это будет юзу понзу, то еще лучше. То есть она со вкусом юзу будет. Очень вкусная штука получается. То есть там разделено как бы соба отдельно. Бульон отдельно. Вы берете палочками эту собу. Окунаете в холодный этот уксус соевый или в понзу. И кушаете. Вкусная штука. Но особо не наешься, конечно. Это там обычно заказывают с добавкой. И к ней обычно мяса, ну, никакого нет. Это просто как бы вот соба без мяса. Мясо можно заказать отдельно. Это не проблема. Мне вот тоже нравятся и холодные, и горячие. Поэтому я рекомендую попробовать. Если вы будете в Японии, в любом городе, неважно, обязательно Токио. Можно и где-нибудь на Хоккайдо или в Якугами. Где угодно. По разновидностям, в зависимости от места производства, я не могу точно сказать, потому что я особо не интересовался данной темой. Теперь следующий вид. Это у нас жареная рыба. Именно вот не во фритюре жареная, а просто рыба жареная. Она разрезана пополам, вытащены все потроха, то есть вывернута вот одной стороной, как бы, например, кожей там, чтобы была с одной стороны, а внутренняя часть была с другой стороны. Вот такая вот рыба обжаривается на гриле или же на сковородке. Ну, в зависимости от того, какая специфика приготовления у данного заведения обычно. Ну, мне вот нравится, например, саба. Я не знаю, как она точно по-русски. Но если вы будете в Японии, то тут саба, рыба хорошая, вкусная. И когда обжаренная, она правильно, ее обычно с солью обжаривают, просто на гриле. Получается прям зажаристая корочка такая хорошая. И внутри она сочная остается. Обычно с этой рыбой подают отдельно ложку риса, отдельно дают дайкон и какие-нибудь соленья небольшие. Может быть, там соленый огурец, либо соленые баклажаны. Ну, это обычно популярно в таких старых районах города, например, Осакуса или где-нибудь на Гинде тоже есть. То есть много мест. И до сих пор их производят вот такую вот кухню. И я бы рекомендовал попробовать обязательно. Обычно там на вывесках висит канжи рыбы. То есть вы туда заходите, и там рыбная кухня. И там разная рыба с разными типами приготовления. Есть обжаренная, есть во фритюре, есть, например, филе или еще что-то. Ну, тут уже на ваш выбор. Я бы рекомендовал начать с обычной вот сабы. Там она называется, по-моему, яки саба. Не фрай, не фрай. Смотрите, не перепутаться. Потому что по-английски фрай это жарить. И люди, приезжающие в Японию, думают, что вот, если я закажу сейчас фрай какую-нибудь там рыбу, это будет просто обжаренная рыба. Нет. Фрай в Японии всегда воспринимается как во фритюре жареной. То есть это в темпуре. Вот, например, вы заказываете какую-нибудь эби фрай, да, вот вам приносят эти креветки, обжаренные во фритюре. То есть сверху у них идет тесто панировкой посыпано. Поэтому, если вы хотите именно жареную рыбу без всякого фритюра сверху, то это просто яки. Яки, то есть по-японски жарить. Следующая разновидность блюд в Японии шестая. Это разные овощи вареные. Или, как они называются там, ну, на примере, потейто, то есть картошки. Это юды потейто. Она обычно варится там с мясом еще, может быть, дайкон там быть или другие овощи. И вот такого типа супчика вам подается, вы кушаете. Название блюда я сейчас точно не помню, но я напишу его внизу. Очень тоже вкусная и питательная штука. Если вы только приехали и вам нравятся такие вареные блюда, вареные овощи, какая-то еда такая неострая, то вот я рекомендую. Обычно вкус там нейтральный, ничего такого сильно острого нету. Следующая, ну и последняя, думаю, тип еды, это карри, японский именно. То есть вы приезжаете и заходите в любой, даже вот в Ския, и там есть карри. Там есть со свининой карри, есть с говядиной карри. Любой можете попробовать, очень вкусная штука. Есть семейные рестораны по карри, там свои рецепты и свой вкус, и везде может отличаться он. И обычно, обычно, там идет градация по остроте. Есть карри майлд, то есть совсем не острый. Есть средние остроты и есть очень острые. Я бы рекомендовал начать с майлда и среднего остроты. Не надо брать самый острый, ну если вы, конечно, не любители самой острой пищи. В общем, карри это вот рис идет, и карри это типа как гулеша, там обычно с кусочками мяса, там какие-то, например, говязьиные куски или же свинины куски. И норм, там получается очень вкусная вещь. Я рекомендую попробовать. Там обычно еще кладут дайкона немного, либо же имбиря. Поэтому, если вы любите поострее, вы можете взять побольше даже имбиря, и это получится поострее. Данное блюдо все стоят примерно по 500 йен, то, что я вот перечислил. Ну, за исключением суши, конечно, суши в суши-ресторане могут стоить и по 1000 йен. Ну, например, мне нравится Кура Суши. Это вот известный бренд. Мутен Кура Суши он называется. Во многих местах в Японии есть его рестораны. Можете зайти там по 100 йен тарелочка с двумя суши. Поэтому хорошее, скажем так, соотношение цены-качества. Все остальные блюда вы можете спокойно попробовать где-нибудь в городе. Поискать то, что вот я перечислил. Просто набираете название блюда, и вам выходит там список, где там жареная рыба, либо же это карри, либо это там, например, гюдон, там, бутадон, еще что-то. И спокойненько едите. Все остальные блюда в Японии в основном это привозные кухни. На примере фастфудов, на примере можно сказать, что здесь очень хорошо развита американская кухня. Это бренды всякие. Венди, Бургер Кинг, Макдональдс и тому подобное. Как раз вот здесь вы можете видеть японскую кухню, танкацу. Тоже одно из разновидностей. Это котлета отбивная из свинины в темпуре. И с ней идет обычно там мисо суп, и с рисом он идет. Вот так выглядит примерно жареная рыба. Но это унаги, я так думаю, это этот угорь. Вот обычный стандартный японский сет. Вот так выглядит. Тут может быть и жареная рыба, может быть и угорь или еще что-то. Но это вот донбуре. Как вы видите, там снизу рис идет. Значит, танкаца, суши, удон. Видите, это холодный удон как раз. Отдельно идет удон, лапша. И отдельно идет этот соевый соус или это понзу. Ну и тут темпура, мясо. Может быть, креветки, что угодно. Далее это вот идет гамбургеры как раз. Ну, это уже привозная. Что еще можно посмотреть? Ну, итальянской кухни в Японии очень много. Вот, в частности, это пиццерии, паста, антипаста и все остальное. Это очень популярно тоже в Японии. Но если вы в своей стране не ели или хотите попробовать в Японию, можете зайти. Но там японского ничего нет. Это чисто итальянское. И далее вот стейки, пожалуйста. Тут нарезка идет уже стейка. Это вот крафт-фармер там. Далее, что еще здесь есть? А, так вот, здесь показан даже соба. Вот она так, лапша выглядит примерно. Какого коричневого цвета. Лапша из гречки. Из гречневой муки. Тоже вкусная. Рекомендую попробовать. Также в Японии очень много разных ресторанов. Мексиканских, индийских. Там российских немного, кстати, ресторанов. Но есть белорусская, украинская тоже кухня. Тоже немного. Ну вот и все, что я сегодня вам хотел рассказать. Если вам понравилось, не забывайте подписываться. Ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. Ну а с вами был Дэн. До новых встреч. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok